Здравствуйте! В эфире программа Точка зрения. Я ведущий Владислав Жуковский. Наша сегодняшняя программа выходит в эфир 4 ноября. Именно в этот день, последние годы, мы отмечаем День народного единства. Праздник очень странный и по своей форме, и по смысловой нагрузке. Мы сегодня с нашими гостями постараемся разобраться в тех исторических событиях, на которые опирается этот праздник. Мы пытаемся понять, а есть ли в сегодняшней России, погрязшей в системном кризисе, в этом оффширно-олигархическом капитализме, есть ли здесь народное единство, либо им здесь даже и не пахло. Сегодня в нашей студии. Останина Нина Александровна, руководитель аппарата фракции КПРФ в Государственной Думе, председатель Всероссийского женского союза «Надежда России». Здравствуйте! Шишкин Игорь Сергеевич, эксперт Института стран СНГ. Здравствуйте! Спицын Евгений Юрьевич, историк, советник, ректор Московского педагогического государственного университета. Здравствуйте! И Сюмин Константин Викторович, журналист, режиссер, документалист. Здравствуйте, дорогие гости! Рад вас видеться на нашей студии. Ну вот давайте пытаемся понять, Нина Александровна, День народного единства, который отмечается в России с 2005 года. Время так быстро пролетело, я вам скажу, да? И вот власти вводили его, такое ощущение, для того, чтобы показать единство всего народа, как они говорили, который не разделяется ни на красных, ни на белых, ни на правых, ни на левых. Не разделен по национальному, по имущественному признакам, по классовому принадлежности, по уровню доходов. Вот как вы считаете, за эти годы, за последние 14 лет, стало больше единства в Российской Федерации? Преодолели ли мы все разночтения, разногласия? Мне кажется, что у власти не было такой цели, когда была идея внедрена все-таки отметить этот праздник в качестве государственного. Я просто помню, как скоропостижно принимались тогда решения. Более того, не сама власть решения принимала, а руками идеологического дела в лице РПЦ. Межлегиозный совет принимает решение о том, чтобы учредить вот этот день единства, 4 ноября. Тут же вносится в Государственную Думу соответствующий законопроект. Подсуетился Владимир Вольфович Жириновский и представители партии «Единая Россия». Формально это были поправки в Трудовой кодекс, статью 112. И главная цель всего этого злодейства была одна. Отбить память историческую у людей, отменить 7 ноября и внедрить новый государственный праздник, чтобы люди забыли о том, что была Октябрьская революция, о том, что были наконец-таки чаяния людей по итоговой этой революции. Восьмичасовой рабочий день, право людей на отдых, право людей на достойную заработную плату гарантированную. Сейчас взял Медведев и отменил все эти нормативные акты. Люди даже не дают себе отчет, что он отменил и зачем это сделано сегодня. Поэтому, конечно, единства в обществе этот праздник не принес. То есть, само собой разумеется, он не выполнил той исторической миссии, которая на него возлагалась. Более того, как было разделение, расслоение общества, 90% всех и 10% тех, кто называет себя элитой, на самом деле это элитка. И напоминает это то самое, если не смутное, то мутное время, которое в России уже 30 лет продолжает. Спасибо большое, спасибо большое. Евгений Юрьевич, все-таки с Вашей точки зрения, День народного единства, единство-то есть, народное единство, тем более, с какой целью власти вели этот праздник? Вот как Нина Александровна сказала, чтобы, так сказать, забыли про 7 ноября, а вот Вам 4 ноября другого праздника. Абсолютно. Вы знаете, я согласен с Нина Александровной. Главная цель внедрения нового праздника, это было как раз вот смекеширование всего того, что было связано с празднованием Великой Октябрьской революции. Это был действительно государственный праздник. Я напомню, что именно в этот день всегда, каждый год проходил парад войск перед мавзолеем имени Ленина, потому что это был, по сути дела, День основания Советского государства. Мы его так и праздновали. Причем это был действительно всенародный праздник. Обязательно накрывался стол, обязательно поднимали рюмку и за день рождения Советского государства, и за советский народ, и за вождей партии и государства. Так что это было... До переписывания истории? Да нет, ну, слушайте, у нас с историей переписывают каждый день, и уже не первый год. Ну, попытка, конечно. Да, поэтому... Значит, ну, понимаете, у них это все, как всегда, получилось настолько неуклюже. Совершенно с потолка была взята дата 4 ноября. Они говорят о том, что, дескать, 4 ноября был освобожден Кремль от польских оккупантов. Но это абсолютно не так. Потому что Китай-город был взят войсками князя Трубецкого 22 октября. По новому стилю это 1 ноября. А Кремль был взят войсками Трубецкого и Пожарского 26 октября. По новому стилю, вот если переводить на 21 век, да, то по тому стилю это было, прошу прощения, значит, 5 ноября, понимаете? Ну, тогда бы они установили хотя бы День народного единства на 5 ноября. То есть, даже вот здесь. Вот это вот, кстати, лишний раз свидетельствует о качестве нашей, правильно вы сказали, элитки, о нашей власти, которая даже вот элементарную математическую задачку, которую решает там первоклассник, не могут решить. И они нам тюхивают вот этот абсолютно... Спасибо, что сейчас мы говорим еще об этом. Мы еще продолжим о Игоре Сергеевичном уйти, мне не менее согласна. Вот если я открою интернет и почитаю, а что же такое День народного единства? Там написано в этой вещи, что в этот день, в 1612 году, бойцы народного ополчения под предводительством Кузьми Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город. Значит, господство поляков в московском государстве подошло к концу. И вот до этого предшествовало, до установления власти интервентов предшествовало смутное время, которое тянуло с конца 16 века. Вот, во-первых, что это за праздник и вот эти исторические даты, правильные, неправильные выборы. Я прошу обращения. Это где, в учебнике написано? Нет, это в интернете, потому что пишут, вот как они сами пойдут этот праздник. А, в интернете? Это какой-то идиот написал. Есть такое ощущение. Там абсолютно нету слова правильного. Примерно такой, какой выходил на трибуну. Это только официально подается в интернете, этот праздник. Написать можно все, что угодно. Главное для себя ясно понимать, что когда учреждался этот праздник, никого не волновали события многовековой давности. Это что делалось для того, чтобы восстановить историческую справедливость, просветить народ или еще что-то. Это было все притянуто за уши, это очевидно. И цели здесь, я считаю, было две. Здесь одна была названа уже. Речь идет о том, чтобы, соответственно, подменить праздник 7 ноября. А вторая цель, я полагаю, была в том, чтобы не народное единство установить, а единство народа и властимущих. Вот две как бы темы. Первое, это 7 ноября подмена, а во-вторых, все объединяйтесь вокруг власти. Не народ объединяйся, а все вокруг власти. Это очень большая разница. Потому что никакого разделения народа, как я полагаю, у нас сейчас не наблюдается. В отличие от 17 века, в отличие от периода гражданской войны. Да, есть там вот эти вот несколько процентов, но извините, если мне не изменяет память, во время Великой Отечественной войны были всякие там полицаи, власовцы. Но никто же не говорит, что народ был разделен. Народ был как раз един. Поэтому от того, что есть всевозможные Абрамовичи, Фридманы, Дерипаски и прочие, не значит, что народ разделен. Народ как раз сейчас един. У них проблема, чтобы он был един с властью. А вот этого-то и не наблюдается. Спасибо большое, Константин Викторович. Но ваше отношение к новому празднику Дню народного единства и, в принципе, народное восстание Минина-Пожарского, это была реакция на смуту, желание прекратить ее или что-то другое? Знаете, отношение такое же, как у каждого из тех, кто успел уже высказаться. Мне кажется, сейчас любой праздник веди, и люди с радостью не выйдут на работу. День зубного техника, день кого-нибудь еще. Другое дело, что у нас трудовые рабочие специальности не в почете. И поэтому гораздо... День депутата, день сенатора. Да, день Собчак, допустим, можно ввести. И тоже народ с радостью его примет. Дай повод только. Ну, и это, конечно, грустная ирония. С одной стороны. С другой стороны, бутафорскость, ненастоящесть всего этого, конечно, подчеркивается тем, что никаких оккупантов никто из Китая города нынче не выбивает. А те одинокие заблудшие души, которые решаются собрать народное ополчение, а после того, как об этом объявляют тайно или явно, отправляются на длительное исправление в места не столь отдаленные. Мы знаем, о ком идет речь. Поэтому во всем этом чувствуется какая-то политическая бутафория. Есть классы по тексту этого праздника или нет? Нет, безусловно, у праздника, конечно, никакого подтекста нет. У желания этот праздник создать и насадить, безусловно, подтекст этот, природа классовая существует. И это касается не только нашей страны. В любом буржуазном государстве правящий класс буржуазия старается насадить так называемые принципы солидарности. Когда вокруг бушует экономический кризис, и когда нужно как-то амортизировать противоречия между имущими и неимущими, между классом эксплуататоров, между собственниками средств производства и наемным трудом, вбрасывается эта идея общности, единения, солидарности. Вот принцип солидаризма, который, кстати говоря, был ключевой идеей всего русского, и не только русского коллаборационизма и фашизма, да, он в той или иной степени используется правящим классом не только в нашей стране. Есть такие объединительные сплачивающие нацию праздники и во Франции, и в Соединенных Штатах Америки, День независимости, например, и в Польше какой-нибудь. И у нас теперь есть собственный объединительный праздник. Но единства, конечно, подлинного единства нет и быть не может, потому что я вот здесь абсолютно не согласен. Два народа в нашей стране, как говорил Владимир Ленин, two nations, бывая в Соединенном Королевстве в Англии, где когда-то встречалась российская социал-демократическая фракция, вот по воспоминаниям Крупской, Ленин, проезжая из бедных районов в богатые, говорил сквозь зубы, two nations, два народа. И такие же два народа существуют сегодня и у нас. Это далеко не только Фридмана, Абрамовича и Дерипаски. За 30 лет появился класс, и этот класс далеко не беззубый. Это не какие-то детки-котятки, которых мы просто не можем приструнить. Это могучий интерес. И этому классу необходимо держать в подчинении миллионы людей, за счет которых этот класс существует. Из труда которых, из крови и пота которых соткано сегодняшнее благосостояние этого класса. Евгений Юрьевич, вам как историку давайте продолжение вопроса. Вот в 1947 году произошла беседа Иосифа Сталина Молотова с режиссером Сергеем Эйзенштейном и актером Николаем Черкасовым, который сыграл главную роль в фильме «Иван Грозный». Вот если, вот насколько мне известно, несколько лет назад была опубликована стенограмма этого разговора, и вот что сказал тогда Сталин. Я цитирую, «Одна из ошибок Ивана Грозного состояла в том, что он не добил пять крупных феодальных семейств. Если он эти пять боярских семейств уничтожил бы, то вообще не было бы смутного времени». Конец цитаты. Не знаю, было это, не было бы, с вашей точки зрения смутного времени можно было избежать тогда? Значит, вот это вот цитата, или вот этот вот разговор, диалог, он был взят из воспоминаний или мемуаров самого Николая Черкасова. Это, да, действительно, якобы со слов Черкасова Сталин это сказал. Я думаю, что это все-таки утрированное, так сказать, перевожение. Да, это утрированное перевожение. Отмечал сам Черкасов. Это Сталин был, конечно, человеком куда более образованным. Конечно. Вот, значит, это могла быть только метафора, часть того, что он сказал. Конечно, Сталин прекрасно понимал, что в опричине, как и в смутном времени, лежали во многом объективные причины, и лишь отчасти субъективный фактор играл на развитие этих ситуаций. В основе всего этого, конечно, лежала прежде всего экономика, социальные отношения, тот кризис, причем не только русский, но и общий европейский кризис, на который наложился и экономический кризис, и социальный кризис, ну и так далее, и так далее. Поэтому я думаю, что при прекращении династии, одной династии и возревании там другой династии, оно просто наложилось вот на эти разные кризисы. Отсюда и возникла ситуация, связанная со смутным временем. А если говорить более таким конкретным языком, более понятным нашим современным гражданам, это была гражданская война. А что такое гражданская война? Это война внутри граждан одного государства. Она может носить разный аспект. Но, например, в Европе тогда, незадолго до этого, бушевали религиозные войны. Они тоже были гражданские. Возьмите ту же Францию между католиками и гугенотами. У нас же гражданская война в основном начала, конечно, социальный конфликт. Это был конфликт между правящей боярокняжской аристократией, низами дворянства, между казаками и, условно говоря, поместным дворянством, между крепостным крестьянством и их владельцами и так далее, и так далее. А результатом этого, вернее, не результатом этого, а воспользовались этим, конечно, как всегда, заинтересованные иностранные силы. Возьмите ту же Швецию, ту же Речь Посполитую, тот же Ватикан, ту же Вену, то есть священную империю германской, Габбурга и так далее. Они все в той или иной степени поучаствовали в смутном времени, половили рыбку в мутной воде и так далее. Спасибо большое, спасибо. Нина Александровна, вот какую роль для формирования народного единства сегодня играет государство и лично глава государства президент Путин? Вот было сказано председателем Госдумы Вячеславом Володиным, что есть Путин, есть Россия, нет Путина, нет России. Вот этот фактор сегодня как-то действует, цементирующий носит характер? Или народ и власть все больше разбегаются по разным векторам и уже на других планетах живут? Ну, если взять высказывание Вячеслава Викторовича, то я могу сказать, что не было Путина и Ельцина, была не только Великая Россия, был Великий Советский Союз. С появлением вот этих людей действительно стала отнюдь невеликая Россия. И более того, то, что происходит сейчас с нашей властью, заставляет задуматься о том, что и Великая Россия может распасться в дальнейшем на 85 княжеств, поскольку сегодня та позиция, которую занимают князьки в наших национальных республиках, где-то отдельные регионы, которые посчитали, что они уже важнее федерального центра, да и сама политика федерального центра, она политика такая, разделяя и властвуй. Ни к чему хорошему это не приведет. Ну, далеко до Ивана Грозного сегодня Путину, потому что Иван Грозный смог собрать Единое государство. И действительно, когда смута перед лицом внешней опасности, было создано ополчение. Сейчас, когда нам говорят о внешней опасности, и когда там под санкции попали олигархи, а для нас олигархи – это те же люди, которые сврослись давно с властью в этом списке, ну, вряд ли кто-то и объединится для того, чтобы защищать этих самых олигархов, кто-то будет создавать это ополчение. Поэтому сегодня сама российская власть, я еще раз говорю, если то время называлось смутным, то это очень мутное время. И как раз власть Путина – это не та самая власть, которая сможет сегодня объединить людей. Да, действительно, в неприятии этой властью, я тут соглашусь с вами, когда вы сказали, люди действительно едины, цельны, и чем дальше, тем больше власть демонстрирует свою отчужденность от того общества, которым она пытается управлять на сегодня. Спасибо большое, Игорь Сергеевич. Но есть ли какие-то исторические аналогии, параллели между тем, что происходит сегодня в России, и тем, что происходило в конце 16-го, начале 17-го веков в обществе, и отношения между властью и людьми, простыми людьми, вот к чему это может привести, вот этот рост социальной напряженности, имущественная дифференциация, бедные беднеют, богатые богатеют, волна антисоциальных реформ. То есть мы не туда ли валимся обратно в смутное время, со всеми последствиями, с гражданской войной, к которой мы можем прийти? Вы знаете, я абсолютно не верю во все эти страшилки про гражданскую войну. Они у нас были столько раз, чем война гражданская. Подождите, они у нас были, 100 лет назад была гражданская война и страшная. 93-й год. Но для того, чтобы была гражданская война, 93-й год это была не гражданская война, это было народное восстание в Москве. Народное восстание, которое подавило власть. Гражданская война, это когда схватываются несколько группировок в народе, народ раскалывается на несколько группировок и сражаются друг с другом. Не власть давит восставший народ, а именно народ с одной стороны и с другой, под разными знаменами и сражаются. Так было в смутное время, здесь я абсолютно согласен, это гражданская война была. Так было в гражданскую войну. А вот сейчас представить гражданскую войну, чтобы разделилось наше общество и пошло друг с другом уничтожать, что вот эти вот Дерипаски, Чубайсы и прочие, и обслуживающие их деклассированная и денационализированная группировка, именуемая креативным классом. Да, там их где-то... Да нет, там и ЧОП, там есть воинские формирования, там есть... Это не гражданская война. Но это несколько процентов общества, которым еще терять и не за что побиться. Они воевать не будут. Точно так же, как мы хорошо знаем, что купеческие сынки в гражданскую войну не пошли сражаться. Эта публика свою шкуру ценит очень высоко. Поэтому никакой гражданской войны, как нас запугивают, быть не может. Наш народ сейчас пока, слава богу, един. Вот другое дело, что власть очень хочет расколоть нас, столкнуть лбами разные группы в российском обществе по принципу «разделяя власть». И это ей удается. Я вот не соглашусь с вами, удается. Потому что когда вы говорите о том, что у нас нет оснований, да есть. У нас регионы сталкивают, как ненавидят в регионах Москву. Какая там неустанно жирующая Москва, я не знаю, бесящаяся от обилия денег Москва. Московский мусор на русский север. А на сегодня, когда люди не живут, а выживают, а здесь, когда, простите, барствуют, и все это транслируется на центральных каналах, вот это вот барство, это вызывает ненависть людей. А что это? Как тут спичку осталось только, и пожар полыхнет. А давайте вот, Казахстаник, ваша точка зрения все-таки... Я прошу прощения, я уже добавлю. Игорь Сергеевич, поймите... Люди говорят, дайте только автомат. Да, я вот только на днях снимался там в одной программе, где по одну сторону были, условно говоря, левые, а по другую сторону монартисты. Ну, это в миссии было. И я вам хочу сказать, что монархисты, они заряжены такой злобой против коммуняк, как они говорят, что мне было в лицо сказано, что если бы у меня сейчас был бы автомат, я бы тебя здесь пристрелил. И вот таких, кстати, по данным ЦИОМ, порядка четверти населения страны. Им мозги уже промыли, будь здоров. Если вы возьмете активную часть, например, сторонников левой идей, их пускать тоже будет четверть, ну, условно говоря, вот вам уже определенная социальная база для мощного гражданского конфликта. Да, посреди будет болото. В зависимости от развития... Ну, всегда было, но всегда есть. Причем это делается сознательно. Причем это делается зачастую за счет государственных средств и частью представителей государственной власти, и особенно русской православной церкви. Причем именно той ее частью, которая срослась с русской зарубежной православной церкви, вот этой фашистствующей структурой, которая привнесла сюда идеологию власовщины. И они просто вот до белого коленя ненавидят все, что связано с советской властью, с ее вождями, с ее символами и так далее. Спасибо, Сергей Викторович. И они готовы будут взяться за оружие. Сейчас, с чем я согласен, это с тем, что власть совершенно сознательно стравливает разные социальные, национальные и так далее группы нашего общества. Я утверждаю, что она еще не стравила, мы еще не дошли до этого. Это их мечта. Народное единство – это смерть для подобной власти. Спасибо, спасибо большое, Константин Викторович. Давайте тоже прокомментируйте. Я, пожалуй, соглашусь с одними, не соглашусь с точкой зрения, будто бы не удается стравливать. Дело не в том, что есть какой-то иностранный агент, там Сорос или просто зловредный интерес в Кремле, который пытается манипулировать и стравливать специально. Дело в том, что есть объективные противоречия экономического, в первую очередь, характера, которые делают это противостояние неизбежным. И действительно, за 30 практически лет либеральных реформ в стране выращен класс капиталистов. Это не какая-то горско-рублевских жителей. В каждом регионе есть свои хозяева. Этих хозяев немало. И это не монархисты. Мы не можем все это перевести в плоскость идеологического противостояния. Люди, получившие собственность или получившие возможность обогащаться, их немало. Не будем делать вид, будто у нас середина 90-х и 90% населения живет за чертой бедности. Нет. Есть люди, которые являются выгодоприобретателями этих реформ, и они за свой кусок, уже проглоченный и частично переваренный кусок, готовы сражаться и убивать. А если мы считаем, что этого у нас произойти не может, у нас, друзья перед глазами, пример Донбасса, где происходит и происходило ровно то же самое. Там люди абсолютно одинаково культурного, религиозного, языкового происхождения стреляют и убивают друг друга. Иногда члены одной семьи стреляли и убивают друг друга. При этом абсолютно неважно, кто они по национальности. Их разделяет классовая природа, которую общество делит пополам. Вот что произошло в 90-е годы. Вот перед какой опасностью мы находимся. И самое страшное, что эти грабли, мы видели, как они сработали в Югославии, мы видели, как они сработали на Украине. На Украине они у нас сейчас в огромном количестве перед нами разбросаны. И мы с упрямством осла продолжаем шуровать вперед. Я еще одну хочу вещь сказать. Вот мы говорим сейчас о дне общенародного русского, в первую очередь, единства. А как, допустим, этот праздник, сконструированный кремлевскими политехнологами, должен восприниматься в национальных республиках в нашей стране? Как? Ну, что если бы не было единого русского государства, не было бы и встали в России. Какое они имеют отношение к Кавказу? Какое они имеют отношение к Татарстану, к Башкирии и так далее и тому подобное? И это генерирует на самом деле жуткие противоречия, которые накладываются на противоречия классовые. А наплевать это идеологам как раз с администрацией, правильно говорится. И в Татарстане, и на Кавказе, обнищавшем деиндустриализованном Кавказе, есть свои буржуазные элиты, которые с огромным удовольствием эксплуатируют свои националистические мифы для того, чтобы охранять собственную собственность, извините за тавтологию. И это на самом деле пороховая бочка, которая может шарахнуть так, что полетят клочки по закоулочкам. И еще один момент. Я хотел бы, может быть, предложить продолжить здесь Евгению Юрьевичу. Мне кажется, что день 4 ноября был избран еще и потому, что вот это сопротивление, вторжение, вот эта вот борьба с внешним оккупантом, с иностранным завоевателем, она якобы тогда в 16 веке, в 17 веке, как будто бы мы все в 17 веке живем, как будто бы застыло время. И нет ни классов, мы просто вот не движется река времени. Что в 17 веке Русь, то и сегодня Русь. Не капиталистическое государство, нет ни классов, ни формации, ничего нет. А есть вот одно застывшее время. Но тогда в этом народном ополчении объединились люди разных сословий, вот что им дорого. Люди, скажем, торгового звания, и люди крестьяне, и казаки, и беглые, и каторжане, и так далее, и тому подобное. Вот что важно. То есть перед лицом внешняя угроза. Какая внешняя угроза? Санкции, Запад, которые собираются отнимать собственность, нефтяные компании у тех, кто их отжал в 90-е годы. Если бы еще не было санкций, тогда мы наоборот активно строились в 18 центрах. То есть западный капитал покушается на интересы нашего капитала. И наш капитал говорит, друзья, неважно, ты там холоп, смерть, или боярин, или купец, ты должен объединиться. Правильно я говорю? Я предлагаю ознакомиться с результатами голосования, которое проходило на сайте канала «Красная линия». Вопрос звучал следующим образом. В чем наиболее сильные едины граждане России? 3% наших телезрителей считают, что в поддержке традиционных ценностей. 2% считают, что в противостоянии Западу его агрессии. 92% считают, что в неприятии олигархического капитализма. 3% затруднились ответить. Но давайте, красавец Александр, прокомментируйте итоги голосования. В чем мы реально единый народ? Я бы объединила первую и третью позицию. Может даже и вторую. Поэтому самое важное сегодня, что объединяет людей, это противостояние нынешней власти. По сути дела, олигархи и власть, люди ставят между ними знак равенства сегодня. Вы говорили о региональной элите. Я имею в виду, что это элитка, поскольку речь идет не о трудягах, собственниках каких-то компаний, которые работают на благо региона. Такие люди тоже есть национально ориентированы. Я могу сказать, что на самом деле есть целая масса людей, которые желали бы сделать что-то для своего государства, для своего региона. Я видела, возьмите Павла Николаевича Грудинина у нас сегодня. Разве могу я назвать его сегодня олигархом, потому что власть делает все для того, чтобы вытравить даже и сознание людей, что даже в этих диких нечеловеческих условиях капиталистических можно сделать не только для себя, но и для простого человека. И такие люди есть у нас, 200 таких хозяйств, 200 таких руководителей. В каждом регионе они есть сегодня и сейчас. Поэтому прокомментировать это очень легко. Действительно, для того, чтобы нивелировать единство народа, единение против власти, власть пытается придумать некий праздник, для того, чтобы показать, что все вместе вышли на улицы и все вместе демонстрируют эту солидарность и единение. Давайте, Игорь Сергеевич, все-таки прокомментируем фразу «Нет Путина, нет России. Есть Путин, есть Россия». Все-таки вот эта гипертрофированная роль личности в истории, которая навязывает средства массовой пропаганды, СМИ. И здесь же «Единая Россия» подтягивается, что «Единая Россия» – это некая политическая управленческая скрепа, которая удерживает Россию от развала. Так ли это на самом деле? И может быть и праздник-то взят из потолка, и вся конструкция какая-то бутафорская, не особо же неспособная? Ну, праздник, я уже говорил, что одна из побудительных причин, почему так быстро делалось – это цветные революции. Испугались тогда этого, конечно, страшно. Второе. Роль Путина в этой конструкции действительно ключевая. Это нужно признать. Здесь Володин во многом прав. Потому что единство народа и власти, нужно признать, в определенный момент было и обеспечивалось именно личностью Путина, уверенностью довольно большой части населения в том, что он свой среди чужих. И вот мы помним это знаменитое явление «Крымский консенсус», как бы «Крымской весны» результат. Чем это было связано? С тем, что все такие великодержавники, и вот прибавилась чуть территории, такая эйфория. Люди увидели наглядное подтверждение того, что они были правы. Он действительно свой там. Он отстаивает интересы народа. Он действует так, как мы бы сами поступили. А потом прошло пять лет. И ничего не меняется. Потом не только пенсионная реформа была. Потом было переназначение Медведева. И все поняли, что на следующий президентский срок будет все то же самое. Что это был не прорыв Путина, как своего среди чужих, а просто-напросто в этой ситуации иначе поступить было нельзя. Поэтому начинает рушиться рейтинг Путина. Именно с этим связано. А рушится рейтинг Путина, рушится вся эта конструкция единства народа с властью. Поэтому они сейчас будут основной упор делать, в первую очередь, на раскол народа и на стравливание разных группировок по принципу «разделяй и властвуй». Без этого им сейчас власть не удержать. Спасибо большое, Евгений Юрьевич. А вот все-таки российский, русский народ в смутное время и в наши сегодняшние дни по отношению к власти, по тем процессам, которые внутри страны происходят, по каким-то общественным настроениям. Есть какие-то сходства, различия, конечно, с поправкой на время, но тем не менее. То есть мы вот как-то скатываемся туда или сейчас немножко по-другому? Слушайте, если бы я в 17 веке жил бы, я бы вам сравнение провел бы. Понимаете, есть хорошая поговорка, и она, видимо, отражает исторические реалии. Русские долго забрегают, но быстро ездят. Это применимо не только непосредственно, так сказать, к лошади, там, телеге или к саням, но и к общественным процессам. Действительно, вот если посмотреть на исторические события, такой ретроспективы, то они возревали и развивались довольно как бы инертно, медленно, исподвали и так далее, и так далее. Но когда они доходили до точки кипения, то там масштабы этого явления и темпы этого развития, этого явления, они были просто ошеломляющие. Возьмите там тоже смутное время или события революции 5-го года или 17-го года, и так далее. Даже возьмите процесс крушения Советского Союза. То же самое, да? Как в свое время, по-моему, Мельгунов или кто-то сказал, что Россия слиняла за 3 дня. Розанов. Розанов, да? Россия слиняла за 3 дня в 17-м году. Понимаете? То же самое может произойти и сейчас. Все это будет зависеть от совокупности субъективных и объективных факторов. Как дальше будет идти развитие событий, насколько оно будет стремительным, это во многом зависит от этих двух факторов. Но я вам хочу сказать, что каждая новая ошибка власти, она будет вызывать все большее раздражение народа и не будет способствовать, так сказать, стабилизации ситуации. Вспоминайте тоже ленинское учение о революционной ситуации, где он показывал реально три возможных выхода из этой революционной ситуации. Либо это глубокие реформы, которые преобразуют и общественные отношения, и политическую надстройку. Либо это замораживание ситуации, так называемые контрреформы, реакции с ужесточением репрессивной составляющей власти. Либо это революция. Потому что общественные процессы, как и процессы в природе, они упираются в законы диалектики, в том числе перехода количества в качество и отрицания отрицания. Никто их не может отменить, как бы он ни хотел, никакими указами, приказами, законами и распоряжениями. Понимаете? И рано или поздно, если власть не осознает необходимость какого-то коренного преобразования всех сфер общественной жизни, она получит то, что получит. Это исторический опыт, это показывает. Но, как говорил Пушкин, не дай бог бунт, русский бунт. Я бы не сказал, что он бессмысленный, но то, что он беспощадный, это уж точно. Спасибо большое. Константин Викторович, Путин несколько лет назад заявил, что граждан России должны объединять патриотические ценности, что идеология России и национальная идея – это патриотизм. Но, судя по нашему вопросу, здесь немножко лишь по-другому получается. У нас здесь единство народа все-таки, наверное, в неприятии той чудовищной социальной несправедливости, имущественной пропасть, того бандитско-олигархического капитализма, который в России построен за эти десятилетия. Как вы это можете прокомментировать? Ну, это ровно то же самое, зачем и праздник был придуман. У Андрея Шигинова, поэта, у моего земляка Екатеринбурга, есть хорошие слова «примирись батрак с магнатом, рассылу его в уста, он дает тебе зарплату и рабочие места». Собственно, вот вся природа этого патриотизма и есть. Единственное, что вы знаете, если вернуться к опросу, которую вы предложили обсудить, мне кажется, что вот в третьем пункте содержится некая проблема формулировки. Дескать, 92% слушателей ваших, зрителей, не принимают олигархический капитализм, как будто бы они принимают его другой. И в этом вот они не видели просто. Во-первых, с моей точки зрения, никого другого не бывает. Он бывает либо такой, либо это не капитализм. Вот у нас совершенно правда состоит в том, объективный и печальный аренз. Бывает, бывает. Нет, нет, позвольте. На заре становления капитализма бывает капитализм и будет свободная конкуренция. Да, есть вот иллюзия, которая одержима очень многими людьми в разных странах. Вот американцы пытаются нормальный сейчас капитализм. Нет, но Ленин об этом писал. Ведь у них все дебаты в Америке только про борьбу с ассами, и вернуть фарш истории назад невозможно. Мотать ленту истории на домонаполистический этап свободной конкуренции невозможно. У нас совершенно естественный, обыкновенный, и как бы это дико не звучало, нормальный капитализм. Почему я хотел на этот пункт обратить внимание? Нельзя назвать наш капитализм нормальным, пересерийный капитализм. Это капитализм, как он есть. Это то, что вам обещали в 1991 году. И в этом смысле реформаторы, уничтожители Советского Союза, свои обещания полностью выполнили. Они обещали, что социального государства не будет, они его уничтожили. Они обещали вас жрать, и они вас жрут и будут жрать. Но я о чем хочу сказать? Мы забываем об огромной прослойке населения нашей страны, которая как будто бы нами не учитывается, как будто бы эти люди, у которых нет голоса, или на них можно не обращать внимания, а нашей молодежи, которая, если посчитать просмотры у роликов небезызвестного персонажа по фамилии Дудь, или о том, вспомнить, чем эта молодежь живет, чем она интересуется, которая пребывает, воспитывается в убеждении, что в России действительно построен неправильный капитализм, но России необходим правильный капитализм, со свободной конкуренцией, с приватизацией всего оставшегося государственного имущества. Кстати, наша власть активно этому подыгрывает. Вы видели, какой план приватизации утвержден на ближайшее время, и что они собираются делать? Так вот, именно эти люди, именно эта молодежь, которую мы периодически выносим за скобки, о которой забываем, именно она и будет творить историю. И не исключено, что этой молодежи захочется пойти дальше, чем удалось дойти Борису Николаевичу Ельцину. Само классовое созвание, даже пролетариата, оно может вырубить только трет-юнионистские, то есть экономические требования. А чтобы поднять тот же пролетариат до уровня политической борьбы, то есть борьбы за власть и установление диктатуры пролетариата, ему нужна политическая партия. Вот о чем речь идет. Ну, наконец-то вы дошли до главного, потому что нет молодежи вообще, нет народа вообще, потому что есть все-таки объединяющие политические силы, вокруг которых этот народ сегодня консолидируется. Я честно могу сказать, мы на самом деле в этой студии недавно обсуждали вот наше чисто партийное мероприятие, но оно вызвало большой интерес, потому что речь шла о том, что представляем мы, что является собой сегодня наша партия. И в этом смысле я, конечно, не тот, так сказать, розовый оптимист, который понимает, что вся молодежь сегодня двинулась за нами. Ну, пока у нас язык, наверное, несовременный, не можем мы убедить нашу молодежь, но я вижу, что все больше и больше молодых ребят приходят к нам осознанно. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы процессы консолидации молодежи вокруг политических партий, они тоже носили вот такой сознательный характер. Игорь Сергеевич, ну, с вашей точки зрения, все-таки патриотизм сегодняшней России, что он у себя представляет, как он зависит от, там, не знаю, от классовой принадлежности, от уровня жизни, размера доходов, от какой-то кастовой принадлежности, условно говоря? Может ли существовать единый патриотический порыв, патриотическое мировоззрение в условиях такого огромного социального пропастья, несправедливости, безнаказанной коррупции, которую мы видим по телевизору? Во-первых, тут нужно различать, что называется, муха и котлет. Патриотизм – это любовь к Отечеству, к Родине. Не более того, но и не менее того. И патриотизм, любить Родину, может любой человек, любой национальности, любой социальной группы, любой степени дохода. Мы знаем, что под Аустерлицем знаменитая атака кавалергардов, которые пошли спасать бегущую пехоту, составленную из рекрутов, из крепостных, состоял этот полк почти сплошь из аристократов. Почти все они в этой атаке погибли, спасая простых солдат. Поэтому вот здесь не нужно тоже передергивать. Дальше. По поводу вашего опроса. Вот здесь, как ни странно, я соглашусь насчет того, насколько опасна вот сама эта штука, неприятие олигархического капитализма. На этом строится, это действительно так, на этом строятся все цветные революции, на этом тезисе. Вот у вас сейчас неправильный капитализм. Вот у вас казнокрады, вот у вас коррупция. Идете вы правильной дорогой, господа. Ну, просто не те вверху оказались. Давайте мы их сейчас уберем, поставим новых. И вот на этом строится вся система. Одни отворовались, убираем следующих, следующих, следующих. Народ вроде бы пар выпускает, а все остается по-прежнему, меняются только персоналии. И кроме того, нужно учитывать, что вот это 92% неприятий. Вы знаете, по-моему, очень страшно, когда людей объединяет неприятие. А представьте, вот исчез олигархический капитализм, капитализм вообще. Что, мы рассыпемся? Нет, социализм мы построим. Я напомню, я напомню, что когда большевики начинали, если бы они строили только на ненависти к помещикам и всему остальному, ничего бы у них не вышло. Они предлагали другую систему ценностей, другую систему идеалов. Поэтому вот первый пункт, это то, что действительно очень важно. А традиционные ценности, это не значит, что тут что-то замшелое там. Традиционные ценности, это те ценности, которые сейчас живут и опираются на те ценности и продвигают нас в будущее. Если это не будет транслироваться, если не будет транслироваться образ будущего, образ ценностей, связанных и с прошлым, и с будущим, то тогда на одном неприятии не выйти. Вот, смотрите, я тоже комментировала, примерно так, как и вы, говоря о том, что первую и третью позицию на правильный день. Да, я это обратил внимание. Оприятие того означает как раз возврат к нашим традиционным ценностям. Спасибо. Ну, а социальные гарантии и право на эти социальные гарантии, разве это не наши традиционные ценности? Были традиционными, а для всего окружающего мира капиталистического, они были мракобесными, революционными, угрожающими ценностями. Вот эти ценности нам близки. Это не эксплуатация, это ценности освобождения человека, равенства, мужчины и женщины, равенства. Михалков говорит обратно. Да, Людмила, что-то была скрепа державшая. Вот, вот о каких ценностях. Эти ценности, ценности прогресса для советского народа были традиционными, а для всего окружающего мира капиталистического, они были мракобесными, революционными, угрожающими ценностями. Спасибо, спасибо большое. Вот эти ценности нам близки. Я вам хочу вопрос задать. Смотрите, вот в октябре 1914 года Владимир Ильич Ленин прочел публичную лекцию на тему «Европейская война и социализм». В ней он заявил, что, ну, по большому счету, у паралитариата нет отечества, а также сказал, что задача коммунистов превращать войну национальную в гражданскую, классовую. Но почему он ставил именно такие цели? И как можно было прокомментировать его позицию в день российского народного единства, который мы сегодня обсуждаем? Слушай, дело в том, что, когда у нас говорят или часто цитируют вот это ленинское положение о превращении войны, империалистическую войну, гражданскую, у нас либо не понимают, о чем говорят, либо сознательно передергивают. Вырывают из контекста. Да, все прекрасно понимают. Дело в том, что классики марксизма, а Ленин, безусловно, принадлежал к классикам марксизма, в отличие от берштянцев или ревизионистов, всегда подчеркивали, говорили, что переход от капитализма к социализму, или, вернее, к коммунизму, возможен только на путях пролетарской революции. Но эта революция произойдет в одной или нескольких наиболее развитых странах, где на одном полюсе будет кучка частных собственников, а на другом полюсе многомиллионная масса пролетариев, которым нечего терять, кроме своих цепей. И в этой ситуации классовое противостояние, оно будет фактически исчерпано там одним-двумя-тремя днями. И главной задачей, кстати, полугосударства или государства коммуны, будет уничтожение, вот, прошу прощения, сопротивление этих самых классов. Но Ленин в своей работе об империализме потом сказал, что, вернее, поправил классиков марксизма и сказал, что, вы знаете, ситуация развивается настолько стремительно, что возникает теория слабого звена внутри империалистического лагеря. И, вероятнее всего, именно в этом слабом звене и произойдут те революционные потрясения, которые откроют новую эру в истории человечества. А вот теперь дальше. Значит, Ленин прекрасно понимал, что мир вернут в империалистическую бойню. Это была бойня за интересы, вот это я хочу подчеркнуть, чтобы лишний раз это услышали все хрустобулочники и любители, так сказать, царской России и нашей славной монархии. за интересы кучки в прямом смысле олигархов Европы и России. Это самое главное. Вот это было, что за бойня. И в этой бойне погибали миллионы и миллионы русских рабочих, крестьян, инженеров, творческой интеллигенции и так далее. Казаков столь любимых. Им эти проливы и все остальное прочее с Константинополем вместе взятым из Святой Софии было как до лампочки. Для них были куда важнее совсем иные вопросы. Отдайте землю, дайте работу и так далее, и так далее. И поэтому Ленин и сказал, что в условиях вот этой империалистической бойни пролетарской революции возможно только на путях гражданской войны. Когда народ же вооружен, понятно, да? Когда неизбежно возникнет вооруженное сопротивление свернутых эксплуататорских классов, новой рабочей христианской власти. Поэтому в этом смысле и он и говорил, что наша задача вывести Россию из этой империалистической бойни. Фактически гражданская война это средство от мировой. Конечно, вывести Россию из этой империалистической бойни, чтобы она прекратила терять сотни, тысячи, миллионы своих сограждан и подавить вооруженным путем вот то возможное сопротивление эксплуататорских классов, которые хотят вернуть дело вспять. Вот в этом смысле Ленин и говорил о том, что мы превращаем войну империалистическую в войну гражданскую, выведя Россию из этой империалистической бойны и подавив те классы, которые верли Россию в эту империалистическую бойню. Спасибо, что Константин Гриш, давайте к вам тогда. Но с вашей точки зрения сегодня Россия, российскому обществу грозит новое смутное время погружения вот в это вот и не знаю, то ли там средневековую архаику, то ли какие-то новые такие капиталистические, империалистические внутренние бойни, или оно уже началось и просто мы еще пока не осознаем, что уже не вожатая точка пройдена. Вы знаете, тут несколько ответов на этот вопрос может быть. Мне кажется, во-первых, мы должны рассматривать происходящее в нашей стране в контексте разворачивающегося глобального экономического кризиса, во-вторых, помнить, что Россия все-таки является сегодня периферией капиталистического мира и не точкой, где, как, допустим, в начале 20 века сходятся противоречивые интересы, которые способны вызвать взрыв. Наше население сегодня во многом деклассировано, утратило классовое сознание, во многом инертно. И на этом, кстати, основывается уверенность и спокойствие правящего класса, которому кажется, что они могут дурить бесконечно, обманывать бесконечно, грабить бесконечно. Они не дернутся, они со своим крепостным сознанием вытерпят все, что угодно. С одной стороны. С другой стороны, именно в такой обстановке, когда назревает кризис, когда реально на горизонте маячит угроза следующей империалистической войны, возможны внезапные бурные. И никто не может предсказать, где и когда это произойдет. Но мне кажется, что сейчас главная угроза, опасность так называемой стабильности буржуазного государства, о которой более всего пекутся наши власти имущества, это состояние самой этой власти. Потому что она дряхла, как говорил Ленин, эта стена, она гнилая, она осыпая. Посмотрите, просто возрастной состав тех людей, которые представляют сегодня эту буржуазную власть вот на всех административных этажах. Мы понимаем, что ни за одной фамилией, ни за Путиным, ни за любым другим человеком из этой властной вертикали нет никаких экстремальных, субъективных, исторических полномочий. Они всего лишь проводники интересов этого класса, тех, кто получил собственность. Но посмотрите, сколько им лет. Через 5-10 лет эти люди неизбежно, что бы они ни делали, какие бы праздники ни вводили, какие бы фильмы и рекламные ролики ни снимали, они сойдут с исторической сцены. И тогда пяти лет кто займет эту историческую сцены. Лидер-рачи. Вот мне кажется, почему я говорил, что так важен третий пункт нашего вопроса, что вот мне кажется, особенно с учетом имеющегося перед глазами украинского опыта, где тоже очарованная идея построения правильного капитализма молодежи в конечном счете взялась за цепи и бульдозеры, мне кажется, что у нас есть риск, у нас есть большая вероятность увидеть здесь новую, вовсе не пролетарскую, не социалистическую, а буржуазную, а то еще и с каким-нибудь националистическим или фашистским душком контрреволюцию. Спасибо большое, Нина Александровна. В России возможно проявить единство не сидя на диване либо за компьютером на пятой точке, ведя интернет-баталии и записывая твиттеры и прочее, что-нибудь такое, а выйти, бороться более активно за свои права, как это призывает Бондаренко, как это призывает ваши депутаты, против пенсионной реформы, НДС. Сегодня, мне кажется, современная российская власть делает все для того, чтобы в конце концов люди, почувствовав полную неспособность этой власти решить эти социальные проблемы, а власть все больше и больше загоняет людей в тупик, но, к сожалению, мне кажется, что мало генерал-губернаторов, которые бы так любили сегодня свою страну. 37% сегодня, там, я не знаю, росгвардейцев, полицейских, 37% расходной части бюджета, который идет на оплату этих людей, которые заставляют меня думать, что Россия все больше превращается в то самое полицейское государство, воспитанное уже на иных традициях, собственно, на нелюбви к своему народу, который сегодня демонстрирует власть, они пойдут на все ради того, что люди просто объединены. Страна олигархов, оккупантов, все наристократитов... Значит, могу я сказать, что, да нет, у нас вариант замечательный, это показали уже наши Новосибирь, Циркутяне, Хакаси, Орел, поэтому мне кажется, что восстановление советской власти из Сибири, то, что идет у нас сегодня и сейчас, и как бы не стремился сегодня вот этот вот клан, который засел администрацией президента, опорочить там нашего Сергея Левченко, показать, что он не способен управлять регионов, как раз доказывает обратное. Стоит только, ну, действительно, даже в этих диких условиях постараться что-то делать для людей, а люди начинают транслировать это на всю Россию, ты приезжаешь, рассказываешь о Грудинина, мне говорят, да пусть нам приедет Грудинин. Да не надо приезжать к Грудинину. Вы изберите у себя нормальную власть, которая не будет воровать, вот и будет у вас тоже уже такой маленький, не просто островок, а целый остров социализма. Поэтому для меня есть два пути, об этом сказал Геннадий Андреевич. Если власть недопонимает, что надо дать возможность, на выборах людям избрать тех, кому они сегодня доверяют. Доверили Локотью, доверили Левченко, доверили Валентину Коновалову. Не надо гнобить сегодня этих людей только потому, что они являются коммунистами. Если такой возможности не хотят сегодня власть предоставить нашим людям, что они показали в Москве, не зарегистрировав кандидатов, которые шли на эти выборы, ну и что получили? Вышли на улице 50 тысяч. И в конце концов у нас появилась фракция, было трое депутатов, сейчас 13 депутатов, коммунистов тоже в Московской городской думе. Поэтому революция начинается в столицах. А по сути дела, то, что произошло 8 сентября, это уже революция в России. Так что, вот это тот путь, к которому мы идем сегодня и сейчас. Но я не согласна даже с теми моими товарищами, которые говорят о том, что лимитная революция, исчерпанная. Зюганов сказал, либо тогда просто булыжник. И люди готовы сегодня взяться в том числе за булыжник. Ты приезжаешь в отдаленную деревню, говорят, ну дайте нам автоматы, я всех перестреляю. Если этого хочет сегодня власть, то мы не оставим людей. Мы ответственная политическая сила и политическая партия. Я никогда не смогу стать по другую сторону баррикад, репетнуться к этой власти. Потому что изначально мы несем ответственность за тех людей, интересы которых мы защищаем, идя в те же самые парламенты. Не ради того, что там теплые места получить, а действительно для того, чтобы там защищать интересы. Не хотят слышать нас сегодня. Ну что ж, тогда люди выйдут на улицу. Всем большое спасибо. Ну, к сожалению, время нашей программы уже постепенно подходит к концу. Поэтому давайте ответим на заключительный вопрос сегодняшней беседы. Константин Викторович, давайте с вас начнем. Все-таки, что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям в этот день, 4 ноября, как называется, День народного единства? Вы знаете, не праздновать и не отдыхать так, чтобы пропустить седьмое. Прекрасное пожелание. А Евгений Юрьевич, что вы добавите пожелание? Я с Константиновым абсолютно соглашусь провести 4 ноября в работе, в тяжелом умственном и физическом труде с тем, чтобы полноценно отдохнуть 7 и 8 ноября, торжественно встретив очередную годовщину Великого Октября. Спасибо большое. Игорь Сергеевич. Я думаю, что нам всем нужно осознать, что фактор Путина, сдерживавший и обеспечивавший некоторое единство власти и народа, утрачивается. И, соответственно, сейчас мы должны осознавать, есть серьезнейшая опасность цветных, оранжевых переворотов в России, сохранение того же самого капитализма в другой только упаковке. И вот эту опасность нам нужно видеть и для этого сохранять народное единство, потому что нас сейчас будут стравливать и делить. Потому что не разделив народ, они этого сделать не смогут. Спасибо большое. Нина Александровна. Ну, праздники длительные, 4 дня, потребовать от своих хозяев хорошей заработной платы, хорошо отдохнуть 4 дня, обязательно 7 ноября в 16 часов прийти на Пушкинскую площадь, чтобы пойти вместе с нами в рядах демонстрантов, выступить с трибуны, потребовать, я не знаю, отстранения этой власти. Спасибо большое, уважаемые гости, за очень интересный разговор. Совершенно очевидно, что настоящий народ единство должно проявляться, конечно, не только в отдельно взятые даты и дни, в осознании своей общественно-общегражданской единства, единений, в осознании своих законных классовых конституционных прав и свобод и, безусловно, в борьбе за свои законные права, о чем не нужно забывать. И это, пожалуй, самый главный вывод из нашей сегодняшней передачи, потому что само по себе не изменится ничего ни общественно-экономическая формация, ни социально-экономическая политика, ни властная вертикаль. В эфире была программа «Точка зрения», я и ведущий Владислав Жуковский. Всего доброго. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин